Каждая муниципальная услуга, например, выдача градостроительного плана земельного участка или проекта планировки территории, имеет срок рассмотрения 30 дней, 20 или 10. Но чиновники на местах порой нарушают регламент. МФЦ мы создавали для того, чтобы у людей у наших не было вопросов, чтобы вовремя выполнялись регламенты, которые утверждены в городе. Но мы слышим от людей, от наших жителей, горожан мнение о том, что наши некоторые чиновники продолжают не выполнять регламенты и тем самым заставляют людей не в МФЦ документы получать, а приходить в администрацию. Сегодня глава города разбирался, умышленно ли это превышение своих полномочий со стороны чиновников или проявление халатности. При подготовке полного пакета документов запрашиваются необходимые сведения и от ресурсоснабжающих организаций, будь то Сочи-Водоканал или Кубань-Энерго. И там тоже происходит несвоевременная выдача сведений. Данной ситуацией заинтересовалась прокуратура города. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг это все-таки муниципальные нормативные правовые акты. Согласно 131-го закона, который распространяется на всех, на нас, муниципальные нормативные правовые акты обязательны к исполнению на всей территории муниципального образования всеми юридическими, должностными лицами, организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. И пока умственно предостерегают, он не будет выполнять, но мы уже не будем ни на что абсолютно закрывать глаза. И будем там, кстати, санкции по АПР, посмотрите, там до миллиона рублей нужно. А если в 10 раз нарушить срок выдачи этих условий, это 10 миллионов рублей. А пока дано поручение провести детальную проверку и в случае необходимости реорганизовать систему документа оборота в соответствующих структурах администрации. Глава города напомнил, чтобы полностью исключить коррупционную составляющую и снизить количество бюрократических проволочек, было создано МФЦ. Многофункциональный центр действует и в Лазаревском, и в Центральном районе Сочи. Достраивается и в Адлере. Согласно системе «Одного окна» заявитель сдает документы и получает их в срок без контакта с работником администрации. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».